МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы, пожалуйста, не подумайте, что мы вторглись в тематику передачи «Это вы можете». Просто сегодня мы совершим путешествие на автомобилях. В этом путешествии примут участие, во-первых, эти два автомобиля и, естественно, их водители, которых я вам сейчас хочу представить. Водители, они же журналисты, наверное, это самое основное. Это Сергей Мешков и Виктор Скороделов. Они работают на московском радио и участвовали в очень интересном пробеге, путешествии автомобильном, международном пробеге. И здесь были наши участники и французские. И мне хотелось бы, наверное, начать наш разговор с того, чтобы спросить вас, откуда возникла идея, кто ее? Ну, идея возникла на московском радио. Причем, надо сказать, что мы вещаем на французском языке, на франкоязычную аудиторию, слушают нас во всем мире. Но мы в данном случае решили ограничиться Францией, чтобы организовать этот пробег. И предложили, в первую очередь, нашим слушателям во Франции принять участие в пробеге, который мы назвали «Дружба-88». И получили полное согласие сразу же. И начали готовить этот автопробег. То есть вы, как бы, автомобиль у вас был и средством передвижения, и средством общения. Вот именно. Средством общения, наверное, в первую очередь в данном автопробеге. Понятно. Ну, а вот все-таки как шла подготовка? Наверное, это было не просто все. Вы знаете, мы долго готовились к этому автопробегу. Год. Целый год. Это ежедневного труда. В организации и проведении автопробега «Дружба-88» принимали участие такие организации, как Союз Советских Обществ Дружбы с зарубежными странами, Интурист, Автоэкспорт, Госкомнефтепродукты РСФСР. Вот как раз к маршруту мы с вами подошли, и, наверное, следовало бы сказать несколько слов о маршруте. Во-первых, ну, наверное, о составе экспедиции, а затем о маршруте. Ну, с французской стороны приняло участие 26 французов. Французы разных политических взглядов, разных возрастов. И они приехали на 10 автомобилях. Были французские автомобили, итальянские автомобили. Ну, кто на каком хотел. Встреча состоялась 3 августа в Леушенах, на советско-армейской границе, в Молдавии. А потом по четырем республикам. Молдавия, Украина, РСФСР, Белоруссия. Мы проехали 7 пунктов. Схема нашего маршрута – Одесса, Кишинев, Черновцы, Винница, Киев, Орел. Далее через Москву на Владимира Исуса. А затем снова Москва. И далее к западной границе через Смоленск, Минск, Брест. Поначалу наша колонна растягивалась чуть ли не на километр, что создавало определенные трудности. И понадобилось достаточно много времени, чтобы наш интернациональный коллектив, состоящий далеко не из профессионалов водителей, привык к такой езде на довольно приличной скорости и на большие расстояния. И тем не менее наши первые 210 километров, разделяющие Леушен от Одессы, мы прошли в неплохом темпе. Знакомство с городом началось с памятника Дюка-де-Ришелье. Как известно, соотечественник наших гостей управлял с 1903 по 1914 годы Новороссийским краем. И, как утверждает надпись на пьедестале, именно он, Дюк, положил начало благосостоянию этого удивительного города. Так это или не так, судить историкам. Однако памятник Дюка-де-Ришелье остается одним из символов Одессы, его неотъемлемой частью. Да, это факт. Однако отношение к историческим персонажам может быть различным. Давайте послушаем участника автопробега, директора одного из французских колледжей, Жильбера Малафоса. Несмотря на то обстоятельство, что один из моих предков сам принимал участие в основании Одессы, я к этому абсолютно безразличен. Вообще, я отношусь отрицательно к любой знати, в том числе и французской. А поэтому Дюк-де-Ришелье не вызывает во мне никаких положительных эмоций. Вот так, ни больше, ни меньше. Что же касается другого символа Одессы, знаменитой Потемкинской лестницы, то было просто огромным удовольствием для наших французских друзей пробежаться по всем ее ступенькам сверху вниз и обратно. А затем туристским маршрутом по бульвару к Пушкину. Надо сказать, что в эти дни в Одессе стояла особая жара. Спасались от нее кто как мог. КОНЕЦ Оль, как вам русский квас? Превосходно. А мороженое? К большому сожалению, особые условия наблюдались на одесских пляжах. Купаться не рекомендовались. Зато не возбранялось совершать морские прогулки. Легкий морской бриз, конечно же, не мог полностью заменить удовольствие окунуться в Черное море. Но это было тоже приятно. Соскучившись по рулю своей Рено-5, Мартина Дюбар с удовольствием взялась за штурвал теплоходов. Как видите, для первого раза получается неплохо. Супруги Компани. Несколько лет назад, путешествуя на поезде по нашей стране, они познакомились и отныне вместе. Я живу на юге Франции. Был участником войны, узником фашистских концлагерей. Там познакомился с советскими военнопленными. Это были мужественные и стойкие люди, настоящие товарищи. Не забуду их никогда. В 1980 году, после выхода на пенсию, я решил, а что бы то ни стало посетить вашу страну. Страну, освободившую мир от фашизма. Кровь за кровь, смерть за смерть. И вот сегодня я в одесских катакомбах. Я увидел собственными глазами, в каких ужасных условиях сражались партизаны. Несмотря на голод, холод, сырость, они были здесь, чтобы защитить свою родину. Среди них были и дети, и старики. Они жертвовали собой ради победы. Это настоящий подвиг. И снова прогулка по городу. Мы подходим к одесскому оперному театру. Любуюсь этим шедевром архитектуры, а также, видимо, под воздействием чарующих звуков, льющихся через открытые окна на улицу из репетиционных залов, просто хотелось спеть. Не так, Леонарий? Я могу петь, если родите. Анри Демюль, преподаватель начальных классов французской сельской школы. Приехал с супругой. Самостоятельно изучает русский язык, интересуется нашей историей и культурой. Он неоднократно бывал в Советском Союзе. Если знали вы, как недороги, от московные вечера. Мы провели в Одессе всего лишь три дня. Но именно эти первые дни автопробега, буквально пролетевшие в этом замечательном городе, сплотили наш интернациональный коллектив. Мы поняли, что наши французские гости стремятся лучше узнать и понять нас, советских людей, стремятся к непосредственному общению. И мы пытались помочь им в этом. Неожиданно, как для французов, так и для нас, началась встреча на одесском заводе радиально-сверлильных станков. Макета Эйфелевой башни привел буквально восторг наших друзей. А затем состоялась встреча с теми, кто делал эту башню собственными руками, с рабочими. Завод является коллективным членом общества дружбы СССР Франция. Сколько часов вы работаете за рабочий день? У нас получается первая и вторая смены по 8 часов. И третья, ночная семена. Всего на участке у нас работают рабочих 9 человек. Из них 3 человека занимаются в институте на вечерних категориях. В Живане Пенте, итальянец по происхождению живет во Франции, рабочий. Собственно, отсюда и его большой интерес к встрече. Хочется узнать все, как работают, как отдыхают, какие планы на будущее. Мы так же, как вы, говорит Живанни, хотим жить в мире. Поль Дюпен считает, что он рабочий железных дорог, и его товарищи, французские рабочие, должны укреплять дружбу между нашими народами. Это была одна из многочисленных встреч в Одессе. И, направляясь на очередную, было, естественно, необходимо заправить наши автомобили. Поэтому несколько слов о бензине. Всем нашим автолюбителям хорошо известно, что в летние месяцы период отпусков, если говорить мягко, довольно трудно заправиться на южных магистралях страны. Учитывая это обстоятельство, еще до начала автопробега мы обратились за помощью в Госкомнефтепродукт РСФСР. Помощь была оказана, и по всему маршруту нас сопровождал бензовоз. А теперь еще об одном участнике автопробега. Эмиль Лен участвует в пробеге на советской ладе 2104. Пенсионер, активист общества Франции СССР. Согласитесь, какая Одесса беспривозна? ПЕСНЯ 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 Оказывается, здесь все есть. ПЕСНЯ У себя на родине они слышали другое. И вот, дабы удостовериться в том, что это не обман зрения, что все это на самом деле, наш певец Анри и его спутницы решили все пощупать и попробовать на привозе сами. Приятного аппетита, Анри. ПЕСНЯ А вот и совершенно незнакомый товар. Оказывается, люфа не произрастает на территории Франции. А раз так, то надо купить и побольше. ПЕСНЯ В ответ, открыв Казбека Пачку, сказал ей Костя с холодком. Вы интересная чудачка, но дело видите ли вдом? И я вам не скажу, за всю Одессу вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы Да и такая дыня в диковинку. В диковинку для французов. А какой аромат. Как вкусно. Прелесть. Известно подкрепившись на привозе, мы прощаемся с Одессой и направляемся в столицу Молдавии, Кишин. На долю наших машин выпали довольно тяжелые испытания. К сожалению, автодороги еще дают такую возможность. И вот фиат регата Пьера Мельжака не выдержала. Нет, не подумайте, что произошла авария. Сотрудники ГАИ всячески старались нам помочь. Но, увы, тут они были бессильны. На выручку приходит раб клуба путешественников. И наша Самара. И, как видите, мы уже едем. В надежде, что автосервис в Кишиневе сможет все-таки устранить неполадку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Молдавия, пожалуй, да и сам Кишинев по своему облику ближе всего напоминает юг Франции. Похоже, климат, ландшафт, даже молдавский язык чем-то схож с французским. Общего много. Но есть еще одно немаловажное обстоятельство, расположившее гостей к этому краю. Дело в том, что молдавская столица породнена с французским городом Гренобилем. Связи давние со своими традициями. Об этом наши гости узнали во время встречи в обществе дружбы СССР-Франция. Нам всем было приятно прогуляться по чистым, зеленым улицам города, посетить его достопримечательности. Побывали мы и в парке, где некогда гулял и творил Пушкин. Здесь, в Кишиневе, произошла для всех нас одна неожиданность. Не было это неожиданностью лишь для Джованни Конте, с которым вы уже познакомились. Вот он на вашем экране. Его экипаж, состоявший из одного водителя, которым он является сам, увеличился. Появился штурман. Но об этом чуть позже. А пока мы продолжали знакомство с Молдавией. Так выглядит пейзаж района Келли-Раш под Кишиневым. Мы приехали сюда, зная, что в этот выходной здесь проходит праздник двух соседних деревень. пейзаж района Кривого Нам было приятно и в то же время несколько обидно за себя Что французы так легко, непринужденно могут веселиться Если быть честным до конца, то могли бы мы вот так же свободно держать себя в подобной ситуации Окажись однажды во Франции Скажу откровенно, не уверен Да и вообще строгий стиль одежды советского представителя за рубежом Обязывает к сдержанности Всегда ли это правда? Посмотрите, некоторые элементы народного молдавского танца Явно понравились нашим зарубежным друзьям В районе Кэль-Раш этим празднеством как бы подводились итоги успешной уборки урожая Но в других хозяйствах работа была еще в разгаре Колхоз Садова Участники автопробега с интересом познакомились, как их живут и работают наши колхозники А затем Анри де Мель, являясь сельским учителем, решил поделиться своими мыслями Французская ферма находится в частных руках И, как правило, фермер является землевладельцем Однако бывает, что землю он арендует, а рабочую силу нанимает После знакомства с колхозом Садова Замечу, что на французской ферме рабочих значительно меньше Много у вас и работающих женщин, подростков Если говорить о французских детях То они не очень хотят трудиться на земле Предпочитают уезжать на заработки в город Не ошибусь, если скажу, что это общая тенденция для всех районов Франции Прослеживается в последнее время и иная тенденция Все чаще и чаще происходит слияние мелких ферм в более крупные хозяйства Да, и еще о детях Поскольку мне это близко по роду занятия Наши подростки, если и идут работать на ферму То предпочитают соседнюю Поскольку там заработаешь больше, чем в родительском доме Родители, естественно, прутят Зачастую эта ситуация порождает конфликт Надо сказать, что наблюдения наших французов Их сопоставления были крайне интересны и полезны для тех, с кем они встречались Было что взять на заметку Путешествие продолжалось И все было бы хорошо, если бы не поломка феата регаты Пьера Мельжака В Кишиневе устранить неполадку так и не удалось Автосервис оказался бессилен Но здесь, в Черновцах, где автосервис также был не на высоте Отыскался умелец, богатый еще Русь талантами Который взялся и сделал Трос занял свое место в багажнике И вплоть до Бреста, финального пункта нашего пробега, больше не понадобилось Настоящим открытием стал для французов, да и для нас, город Черновцы И вовсе не потому, что здесь был починен автомобиль, доставлявший нам столько хлопот Просто это красивейший и уникальный город, сохранивший все очарование прошлого Но что можно было посмотреть за полтора дня? Лишь слегка прикоснуться к этому диву Брусчатые мостовые города Не правда ли, они создают какой-то особый шарм, привлекательность? А эти великолепные фасады старинных зданий Барельефы, скульптуры Барельефы, скульптуры Мы покидали Черновцы с твердым намерением вернуться сюда, вновь Барельефы, скульптуры Барельефы, скильптуры Барельефы, скульптуры Мы прощались с горными пейзажами Западной Украины. Грусть расставания вылилась в задушевную, ностальгическую песню. Наше маленькое торжество происходит в Виннице. Думаю, настало время пояснить присутствие нового члена экипажа в Рено-20 Джованни Кунте. Знакомьтесь, Татьяна Сизёва. Мы познакомились с Джованни, это было 4 года назад, в Шанрусси. Там была группа советских туристов из Тюменской области. В Шанрусси были люди, которые относятся сочувственно к Советскому Союзу, очень заинтересованы к нему относятся. Было очень много диспутов, разговоров, споров. И вот так вот совершенно случайно произошла наша встреча. Я вначале, честно говоря, не придала этому особого внимания. Думала, традиционная встреча, традиционный обмен адресами. Но завязалась наша переписка. Вначале она была редко, потом мы стали писать все чаще и чаще, подробнее. Потом уже договорились встретиться. И вот весной этого года мы встретились в Москве. То есть Джованни приехал в Москву? Да, да. Срочно прилетела я. Мы встретились. Откуда? Это надо уточнить. Из Тюмени. Я живу в Тюмени. А что вы делаете? Я преподаю в детском музыкальной школе. Учительница музыки. Я Таня и Диана. А участие в автопробеге по территории Советского Союза, организованном в Московском Раде, что касается меня, то я люблю пригласить Таню в это. Поэтому наша встреча с Таней после Шанруса состоялась уже в Москве. Знакомство постепенно переросло в нечто большее. Мы хотим соединить наши судьбы. Здесь, в Виннице, сегодня я Тане делаю предложение. А участие в автопробеге по территории Советского Союза, организованном Московским Радио, послужило поводом пригласить Таню в это увлекательное путешествие, так как это была наша общая мечта. Мы хотим соединить наши судьбы по территории Советского Союза. Мы хотим соединить наши судьбы по территории Советского Союза. Киев, мы въезжали в столицу Украины, не подозревая, что нас ждет новая неожиданность. Эта неожиданность связана с Антуаном Бордюженко, которого вы видите на рекламе. Но прежде была прогулка по городу. По древнему городу, который, в общем-то, не нуждается в комментариях. Поль Дюпон, французский железнодорожник, не расставался со своей камерой на протяжении всего путешествия и хотел, кажется, запечатлеть все, что его окружало. И вообще наших гостей постоянно удивляли отлично сохранившиеся памятники культуры Киева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Антуан Бордюженко. Гражданин Франции, хотя фамилии подсказывают нам его украинское происхождение. Так оно и есть. Родина его предков – город Ржищев, расположенный на берегу Днепра, куда мы и отправляемся в поисках его родных. Это было 10 лет назад, поэтому мы говорим о том, что его отец, который, естественно, знал, где они жили, как это называлось, он умер 10 лет назад. Да, то есть, конечно, информация стирается постепенно. Это было очень много. Ну и вот, вот, я потерял свой путь, это было очень много, поэтому я думал, что там есть какие-то архивы, или что-то... Мы поможем, приложим все. Он будет вам помогать, мы будем поддерживать все наши силы, что мы можем. И, как это, мы можем вернуть. Ну, я надеюсь, что еще есть кто-то в городе, потому что может быть, что и ощество было бы здесь. Не исключено. Большое семье было, и люди разъехались, и может быть даже кто-то остался жив, или может быть дети остались. Так что, может быть, даже живых людей удастся не уйти. Понятно. Мы все равно будем искать. А за Днепром не может быть? Нет. Только на правой стороне. Он, как вам сказать, он купался там. Это злитцы. И имал четыре. Нет, брата тоже. А, четыре брата. Один был на войну, потом ранен, и норы не имал. Две. А живы в Рожещеве? Живы тут, да. Без норы. Ну, это можно, люди помнят, если после войны, то в ней помнят. Да. Люди помнили. Помнили и помогли. Прямо на улице, совершенно случайно, нам повстречалась подруга Марии Бордюженко, двоюродной сестры Антуана. Мне кажется, что я могу вам помочь. Дело в том, что Мария умерла четыре года назад. Я покажу ее могилу. И только теперь стало ясно, почему оборвалась давняя переписка между Антуаном и Марией. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А потом были воспоминания. И вот в разговоре выясняется, что в Рожещеве живет племянник Бордюженко Дмитрий. Пожалуйста, можно посмотреть сейчас. Да. Вот. Это фотография Марии. Да. Молода. Это Федора. Федора, да. Ну, это, наверное, вашего отца. Ну, да. Моего деда. Ага. Ну, еще фамилия там. Ну, это ваша жена. Жена и моя девчина, остатня. Это тоже вы. Да. Ваше поколение. Да. Это все ваше поколение. Ну, еще потом было еще два детей. Все было двое. Да. Жоржа и Бориса. И Борис был еще. Тоже. Еще они там в Франции. Это чудесно. Да. Большая семья, это хорошо. Ну, у меня пять детей. Пять детей. Четыре дочки, один сын и шесть внуков. Можно ли передать словами чувство человека, который через 62 года обретает свою родину? Трудно. Теперь он мечтает, чтобы его дети хотя бы побывали здесь, на родине предков на берегу Днепра. И снова дорога с ее сюрпризами. Субтитры создавал DimaTorzok и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пройдено уже не одна тысяча километров по дорогам Молдавии и Украины. Теперь наш путь по территории РСФСР. Давайте познакомимся еще с одним экипажем нашего автопробега. Мы приехали в Советский Союз из города Монтелье, который находится на юге Франции. Это мои коллеги. Алина, санитарка. Альберт, рентгенолог. Жанна, тоже санитарка. Мартин Дюбар, лаборантка. Мы все работаем в медицинском центре города Монтелье в одном отделе. Мартин, тебе не трудно везти автомобиль на протяжении сотен и сотен километров? Нет, не очень, ведь все участники нашего экипажа водят автомобиль, и мы периодически меняемся, приблизительно каждые 300 километров. Да, конечно, если бы мне пришлось быть одной за рулем, было бы утомительно. Тем более, что ваши дороги порой оставляют желать много лучшего. Только хорошие амортизаторы могут хоть как-то спасти от многочисленных рыбин. Альберт, ты работаешь в госпитале. А чем ты любишь заниматься в свободное от работы время? Очень люблю походы и, конечно же, рыбалку. Я также люблю походы и, кстати, много путешествую по Франции. Да, походы это здорово, но мне по душе поездки в другие страны. Поэтому я с удовольствием участвую в пробеге по Советскому Союзу. Итак, мы на базе отдыха Крутояк Владимирского тракторного завода. Она расположена в живописном уголке России на берегу Клязьмы. Не скажем, что она много лучше других, но что не хуже, это точно. Детям здесь раздолье, чего только нет. Так и хочется вернуться в детство и испробовать все самим. И вы знаете, вернулись. Не мы, французы. Судя по всему, Робер Аньель готовится к космонавту. Клод Лобер удивлен. Мишлин превзошла все его ожидания. Вот тебе и слабый пол. Есть еще порох в пороховницах. А теперь приступим к водным процедурам. Крутояку, вбиват. Вот в таком бодром расположении духа участники автопробега въехали в древний Владимир. И снова бегом. Хроническая нехватка времени. А посмотреть хочется как можно больше. Тем более, что во Владимире, а потом и в Суздале действительно есть что посмотреть. День, проведенный в этих городах, был насыщен до предела. И снова щелкают фотоаппараты, жужжат камеры, будут на память замечательные кадры. К сожалению, не будет сувениров. Не было в продаже ни памятных открыток, ни альбомов, ни традиционных русских игрушек. Жаль. И, наконец, Москва. Центр внимания французов Кремль. Пока наши гости знакомятся с его историческими памятниками, мы хотим рассказать вам о том, что, к сожалению, из-за нехватки времени не вошло в наш фильм. Во-первых, автопробег стал поводом первого прямого радиомоста Московского радио с французской радиостанции «Радиок Ла-Пас». Он длился два с половиной часа. Речь шла о происходящих изменениях в нашей стране. И что было особенно ценно на вопросы о перестройке, гласности, демократизации, отвечали не только советские журналисты, но и простые французы, участники автопробега, соприкоснувшиеся с советской действительностью. Другое событие. Гости побывали в Советском фонде мира, где передали представителям этой общественной организации скромный денежный вклад. Еще одно проявление добрых чувств и намерений французских друзей. Затем состоялось еще одно проявление «Радиок Ла-Пас». Затем состоялось еще одно проявление «Радиок Ла-Пас». Одна официальная встреча. Центр подготовки космонавтов «Звездный городок». По традиции возложение цветов подожгию памятника Юрия Гагарина. И вот незабываемая встреча с отечественником, первым французским космонавтом Жан-Лу Критьеном. «Мне предстоит быть первым западным европейцем, который выйдет в открытый космос», говорит Жан-Лу. Французы довольны, их можно понять. Естественно, вопросы следуют один с другим. Пьер Мельжак, например, хотел бы узнать, как проводятся тренировки. Жан-Лу охотно отвечает, рассказывает о специальных тренажерах в центре подготовки. Всех интересует, где он живет. Жан-Лу сообщает, что его квартира находится в доме, где жил Юрий Гагарин. Как всегда, привез из Франции свой электронный орган. Только сомневается, брать ли его с собой в кусты. Жильбер Малафос, а как переносится невесомость? Французский космонавт утверждает, что после первых же часов полета о ней забываешь и полностью отдаешься работе. Да, правда, иногда в паузах забавляешься различными предметами, парящими в кабине корабля. Я люблю путешествовать, тем больше машинами, как у вас здесь. Я буду повторить, может быть, с вами. И будем рассказать. Огромное, спасибо. Мы ждем второго автопробега вместе с вами. Да, пошли, пошли. Пожелаем Жан-Лу Кретьену успешного полета и благополучного возвращения на Землю. Если раньше наш путь лежал с юга на север, то теперь мы спешили на запад, к Бресту. И на весь этот оставшийся путь, длиною почти в 1500 километров, отводилось всего четыре дня. Колонна на марши. Брест, конечный пункт автопробега, «Дружба-88». Час расставания был уже совсем близок. С какими мыслями и чувствами покидали нашу страну французские участники пробега? Господин Дюпон, какое событие для вас было самым главным? Для меня главным было посещение московского Кремля. Пьер Мельжак. Я готов принять участие в новом автопробеге. Правда, с одним условием. Посетить другие республики Советского Союза. И, разумеется, как и в этот раз, как можно больше человеческих контактов. Эмиль, как вы находите советскую «Ладу»? Отличный автомобиль. На всем протяжении пути у нас не было никаких проблем. Самым приятным моментом лично для меня было знакомство с вами, с советскими людьми. А самым неприятным, что я должен расстаться с вами. А что ты думаешь по этому поводу, Арлет? Действительно, я долго буду вспоминать эти встречи. Руководительца французской стороны, Жаклин Аньель. Советско-французские пробеги будут продолжаться. Я уверен в этом. И, возможно, в будущем году мы будем принимать уже во Франции советских друзей. Вы хотите сказать, что у вас есть какие-то определенные планы на будущее? Да, есть. Вы и мы совместно должны постараться, чтобы этот проект осуществился. Так что до встречи в 89-м году во Франции. До свидания. До скорой встречи, друзья. Ну вот, мадам Аньель как бы предварила мой вопрос по поводу планов на будущий год. Вы знаете, прежде чем говорить о планах на будущий год, мне кажется, нам нужно поблагодарить Союз Советских Обществ, Дружба с зарубежными странами, Интурист, Автоэкспорт. Госкомнефтепродукт РСФСР, которые помогли в проведении такого необычного, несколько необычного мероприятия. А возвращаясь к вашему вопросу о наших планах. Планы действительно есть. Как вы слышали, мадам Аньель предложила совершить поездку уже теперь советских представителей во Францию. Я думаю, что это будет возможно сделать летом будущего года. Тем более, что во Франции будет праздновать 200-летие Французской революции. В ней могут принять участие, конечно, и советские журналисты. Возможно, проведем новый радиомост уже теперь из Франции, с Москвой. И расскажем, что мы увидели во Франции, как нас принимали. И, конечно, в делегации будут представители общественных организаций. Ну и не забудьте нашу съемочную группу пригласить тоже. Хорошо? Хорошо. Ну что же, спасибо вам большое за то, что вы привезли нам такой интересный материал и так интересно рассказали об этом путешествии. И нам остается только попрощаться с телезрителями. Мы благодарим вас за внимание, дорогие товарищи. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok